Два года назад Министерство здравоохранения приняло решение о создании единой службы скорой неотложной помощи. В качестве пилотных определены два региона – Павлодарской и Казалардинской области. Цельного введения хватить как можно больше населения качественной первичной медицинской помощи. Результаты работы не заставили себя долго ждать. Теперь скорая помощь санитарной авиацией работает в тесной связке. И оперативно могут прибыть даже в самый отдаленный населенный пункт. В службе скорой помощи Павлодарского приждыша, история которой насчитывает больше 80 лет, трудятся настоящие энтузиасты. Каждый день они принимают множество экстренных вызовов, когда жизни людей угрожает опасность, а счет идет буквально на минуты. И здесь помимо правильного выбора лекарств, применения специальной аппаратуры, нужны хорошие профессиональные знания и навыки. Если раньше были разные хозяева, разные юридические структуры, то санитарная авиация принадлежала при областной больнице, скорую помощь отдельно, районы отдельно. То сейчас существует единый организм. И все вызова по линии 103 поступают на единый колл-центр, в том числе и по линии санитарной авиации. И нет разделения того, кто сейчас на эту экстренную помощь выйдет. Реаниматологи, нейрохирурги, неонатологи, создание медийной службы, многие врачи узкой специальности стали чаще выезжать в отдаленные села и аулы. Современные реанимобили, вертолет, самолет со специальным транспортом проблем у медиков сейчас нет. Помимо автодорожных происшествий, инфарктов и тяжелых случаев беременности, срочная помощь узких специалистов нужна больным с острыми нарушениями кровообращения головного мозга. Невропатологи, они больше, у них спектр расширен, они подключают те препараты, которые необходимы в данный момент, чтобы улучшить кровообращение головного мозга, улучшить состояние центральной нервности, чтобы не усугубить состояние данного пациента. Эти эксклюзивные кадры, сделанные нашим телеканалом, больше года назад многие медики вспомнят до сих пор. На видео одна из самых первых спасательных операций после создания единой службы скорой помощи. Кстати, Павлодарская станция заранее подготовилась к новому проекту. У нее уже были хорошие преимущества. В регионе еще до этого создали единую информационную систему и базу данных, а также оснастили все кареты скорой помощи GPS-навигации. Уже имелся и свой кардиологический кластер. Все это вкупе помогло сократить время выезда с 15 до 9 минут, а количество успешных реанимаций увеличилось до 57%. Всего в Казахстане 24 крупные станции скорой медицинской помощи. В день на линию выходят 1452 бригады, которые в среднем обслуживают почти 22 тысячи вызовов. В авиапарке 35 воздушных судов, из них 11 – это мобильные вертолеты, способные долететь до самых отдаленных населенных пунктов. Из Павлодара Салават Семербулатулы, Марат Игликов и Алексей Мельницкий, Хабар-24.